Слово По земле засиял небосвод голубой А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья Мы продолжаем чтение отдельных глав Из повести Гарина Михайловского Детство Темы Напомню вам, о чем мы прочитали с вами вчера В тот день Когда родители уехали из дома Восьмилетний Тема Сам того не желая Напроказничал так, что отец Вернувшись и узнав обо всех проделках сына Сурово его наказал К тому же Случилась еще одна беда Пропала любимая собака Темы Жучка Словом, одни сплошные неприятности Но давайте посмотрим Как будут разворачиваться Дальнейшие события Тема встал и вышел в коридор Он подошел к лестнице Ведущей в комнаты Остановился на мгновение Подумал Прошел мимо по коридору И поднявшись на крыльцо Нерешительно В полголоса позвал Жучка 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 Он подождал Послушал Вдохнул в себя Аромат масличного дерева Потянулся за ним И выйдя во двор Стал пробираться К саду Вот что-то черное Беззвучно Вдруг мелькнуло В кустах На жучку Похоже А может быть Жучки давно нет Как жутко Вдруг стало А что там белеет Кто-то идет По террасе Артемий Николаевич Говорит Отворяя калитку И подходя к нему Таня Спать пора Тема точно Просыпается Он не прочь Он устал Но перед сном Надо идти прощаться Надо пожелать Спокойной ночи Маме и папе Ох как не хочется Он сжал судорожно Крепко руками Перелил ограды И еще плотнее Прильнул к ним лицом Артемий Николаевич Темочка Милый мой барин Говорит Таня И целует руки Темы Идите к мамаши Идите Мой милый дорогой Говорит она Мягко отрывая И увлекая его За собой Осыпая на ходу Поцелуями Он в спальне У матери Только лампадка Льет из киота Свой неровный Трепетный свет Слабо освещая предметы Он стоит на ковре Перед ним В кресле сидит мать И что-то говорит ему Тема точно во сне Слушает ее слова Они безучастно летают Где-то возле его уха Зато на маленькую Зину Подслушивающую двери Речь матери Бесконечно сильно действует Своей убедительностью Она не выдерживает больше И когда до нее долетают Вдруг слова матери А если тебе не жаль Значит ты не любишь Маму и папу Врывается в спальню И начинает горячо Я говорила ему Как ты смела Скверная девчонка Подслушивать И скверная девчонка Подхваченная за руку Исчезает мгновенно За дверью Это изгнание его Маленького врага Пробуждает Тему Он опять живет Всеми нервами Своего организма Все горе дня Встает перед ним Он весь проникается Сознанием зла Нанесенного ему сестрой Обидное чувство Что его никто Не хочет выслушать Что к нему Несправедливый Охватывает его Все только слушают Зину Все целый день На меня нападают Меня никто не любит И никто не хочет выслушать И Тема горько плачет Закрывая руками лицо Долго плачет Тема Но горечь уже вылита Он передал матери Всю повесть грустного дня Его глаза распухли от слез Он нервно вздрагивает И нет-нет Схлипывает тройным вздохом Мать, сидя с ним на диване Ласково гладит его густые волосы И говорит ему Ну будет-будет Мама не сердится больше Мама любит своего мальчика Мама знает, что он будет у нее Хороший, любящий Когда поймет Только одну маленькую Очень простую вещь И Тема может ее уже понять Ты видишь Сколько горя с тобой случилось А как ты думаешь Отчего? А я тебе скажу Оттого, что ты еще маленький трус Тема, ждавший Всяких обвинений Но только не этого Страшно поражен И задет Этим неожиданным выводом Да, трус Ты весь день боялся правды И из-за того, что ты ее боялся Все беды твои случились Ты сломал цветок Чего ты испугался? Пойти и сказать правду Сейчас же Если б даже тебя и наказали То ведь, как ты теперь сам видишь Тем, что не сказал правды Наказание не избег Тогда как Если бы ты правду сказал Может быть И не наказали бы Наконец Если ты боялся папы Отчего ты не пришел ко мне? Отчего ты не сказал? Я боялся папы Сам же говоришь, что боялся Значит, трус А трусить Бояться правды стыдно Бояться правды скверные Дурные люди А хорошие люди Правды не боятся И согласны не только Чтобы их наказывали За то, что они говорят правду Но и рады Жизнь отдать за правду Мать встала Подошла к Киоту Вынула оттуда распятие И села опять Возле сына Кто это? Бог Да Бог, который принял вид человека И сошел с неба на землю Ты знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей Говорить И делать правду Ты видишь у него на руках На ногах И вот здесь Кровь Вижу Это кровь от того, что его распяли То есть повесили на кресте Пробили ему гвоздями руки, ноги И он умер от этого Ты знаешь, что Бог все может Ты знаешь, что он пальцем вот так пошевелит И все Все мы сейчас умрем И ничего не будет Ни нашего дома, ни сада, ни земли, ни неба Как ты думаешь теперь? Отчего он позволил себя распять? Когда бы мог взглядом Уничтожить этих дурных людей Которые его умертвили? Отчего? Мать замолкла на мгновенье И выразительно, мягко заглядывая В широко раскрытые глаза Своего любимца сына Проговорила От того, что он Не боялся правды От того, что правда ему была дороже Жизни От того, что он хотел Показать всем Что за правду Не страшно умереть И когда он умирал Он сказал Кто любит меня Кто хочет быть со мной Тот должен Не бояться правды Вот когда ты вырастешь И узнаешь Как люди жили прежде Узнаешь, что нельзя было бы жить На земле без правды Тогда ты не только перестанешь Бояться правды А полюбишь ее так Что захочешь Умереть за нее Тогда ты будешь Храбрый Добрый Любящий мальчик А тем, что ты сядешь На сумасшедшую лошадь Ты покажешь другим И сам убедишься Только в том Что ты еще глупый Не понимающий сам Что делаешь мальчик А вовсе не то, что ты храбрый Потому что храбрый Знает, что делает А ты не знаешь Вот когда ты знал Что папа тебя накажет Ты убежал А храбрый Так не делает Папа был на войне Он знал, что там страшно Но все-таки пошел Ну, довольно Поцелуй маму И скажи ей Что ты будешь Добрый мальчик Тема молча обнял мать И спрятал голову На ее груди Вот так заканчивается Эта глава Но еще не заканчивается Повесть Гарина Михайловского Детство Темой И с ее главным героем Мальчиком Темой Вы, друзья Сможете встретиться Очень скоро Уже завтра А пока я прощаюсь с вами Храни вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!